Мы начнем с спора двух электромехаников. Два электромеханика работают в одном и том же предприятии. У них один и тот же разряд, восьмой, я не знаю, говорит о том, что ты думаешь. Одна и та же должность, один и тот же оклад, один и те же должностные обязанности. И вдруг один из них узнает, что другой получает другую зарплату. Причем эта зарплата больше, чем у него. Причем сильная. Чтобы на месте этого электромеханера стали делать вывод. Чуть-чуть вредить. Чуть-чуть вредить, так понятно. С этим мы знаем. Вот у нас в случае по ней портает человек, который стал бы с этим бороться. Современный электромеханик подает в суд в таких случаях. И требует разместить ему разницу на зарплате. Для того, чтобы разобрать спор этих двух электромехаников, но чтобы сделать это осуществленно, нам нужно тоже вспомнить немножко Библию, вспомнить классику мировой литературы и многое другое. В русской литературе тема неравенства и равенства, как ни странно, эта тема не главная. У Пушкина, у Боголя вы не найдете большого интереса к этой теме. Например, Чичиков очень любит крестьян. Он про них может часами одновременно говорить, но про каждого, если не знает, всю жизнь, от начала до конца. Но его мало волнует, что крестьяне неравны, например, ему или другим дворянам. Он проявляет, что в сосновом обществе вообще нет и не может быть никакого равенства. Он и другие персонажи русской классики этого, как бы он, замечали. Слабым пунктиром может быть эта тема есть у Достоевского, немного у Тургениева. Но в целом это не центральная и не главная тема русской литературы. Совсем не то, совсем наоборот, литературе западноевропейской. Английская литература, французская литература. Вся проникнута острым ощущениям и переживаниям социального неровенства. Вспомним один великий роман, может быть, один из грандиознейших романов 19-го века. Это роман «Матого Гюго» отвержен. В центре этого романа находится фигура добродетельного беглого каторжника Жанна Вальжана. И ему противостоит, можно помнить и кто, полицейский инспектор Жавера. Покажите нам, пожалуйста, Жавера. Вот он, красавец. Узнаете, кто это? Раз с рукого сыграл в последней экранизации. Если кто-то смотрел или читал отверженно, вы знаете, что произошло с этим инспектором. Это символ власти, которая должна принять некое решение. Как решить вопрос с беглым каторжником Вальжана? Как беглый каторжник Вальжан подлежит аресту, суду, исключение? Но при этом Вальжан благородный человек. Его Жавер никак не может определиться, он попал за погиб. Как беглого каторжника он должен Вальжан арестовать, а как благородного человека, который ранен ему, а может быть и выше, он его должен отпустить. Выход, который придумал Жавер, можно считать остроумным, но нельзя его считать хорошим примером. Кто помнит, что придумал Жавер? Он пошел на натрезнюю реки Сены и решал, молчим, с парабетой ухакиваться. Ловко, конечно, очень даже ловко. Чтобы нам не уподобиться Жаверу, давайте попробуем посмотреть на этот вопрос в манере. Кстати, фигура добродетельного каторжника не устояла. Она буквально в прошлом году опять возникла в политических спорах. Если кто-нибудь следил за дебатами по поводу избирательных правозаключенных, они шли в прошлом году между Россией и Европой, наша конституция запрещает голосовать заключенным. Европейский суд признал, что это неправильно, это незаконно, это дискриминация. И аргумент не тот же самый. Уверен, что все заключенные негодяи. И, может быть, есть люди, которые не настолько испорчены, чтобы лишить их право голосовать наружу. Итак, существует примерно шесть оснований, утверждающих, что люди равны. Вот эти основания. На самом деле их, конечно, может быть и больше, но пока хватит на многое. Первый аргумент в пользу равенства – это равенство биологической. Здесь я повторю то, что уже сказал предыдущий оратор. Все люди относятся к одному и тому же биологическому роду Homo sapiens. На этом основании все их родовые основополагающие характеристики одинаковы. И, как говорил сторонник этой концепции, аргументский мыслитель Гопс, да, индивидуальное различие между людьми существует, но он не настолько серьезные различия, что вообще надо было говорить. Главное – это одинаковые руки, ноги, голова, кишечник, мозги, сердце, которому не хочется покоя. Это все у всех одинаковое. Второй возможный источник равенства – это равенство гражданское. Речь идет о том, что люди равны в силу того, что все они являются гражданами одного и того же государства, имеют в отношении к нему одинаковые права и политические обязанности, и в этом качестве они одинаковы. Третий возможный ответ на вопрос – почему люди равны? Это ответ религиозный. Например, рапа христианской веры всегда аргументом пользу равенства служила идея создания человека по образу и подобию Бога. А раз есть единый образец, то копии с этого образца тоже будут одинаковые. Кроме того, евангельское учение, например, содержит фразу «нет теперь ни Эль, ни Иудей», которую тоже можно интерпретировать так, что теперь в новых религиозно-исторических условиях прежние различия больше не существенны. Потому что в своем равенстве перед Богом люди утрачивают те индивидуальные различия, которые кому-то, может быть, на зависть значимы. Четвертый аргумент – прагматический, но это даже не аргумент, а целый глупый аргумент. Равенство – удобно, это выгодно. Ну, например, сюда можно отнести аргумент Карла Маркса. Равенство ему нужно было выдумать, что было лучше удобно торговать. Можно отнести сюда психологический аргумент. Равенство – удобно, потому что если нет равенства, то в обществе много зависти, много агрессии, и люди начинают бороться за равенство, и начинается революция. И так далее. Пятый вариант – конвенция, договор. Люди просят так договорить и считать. Люди просто решили, что они равны без всяких финансового основания. Им так сделано в голову. И, наконец, последний вариант – мораль. Люди равны, потому что они подчиняются единым моральному закону. Так как закон одинаковый для всех, то и люди перед этим законам тоже. Вот. Теперь вы, слушавшие это несколько минут, можете сами без труда высказать много аргументов. Для опровержения любого из этих аргументов. Биологическое. Биологическое. Что? Неравенство. Неравенство. Почему? Потому что изначально разные. Есть индивидуальные физические различия, идеологические. Мужчина, женщина, взрослый, ребенок. Представители разных рас. Разные комплекции, разные эффективно сложения. Даже, говорят, обменные метаболические процессы у людей по-разному. Ну, то есть биологический раз – это был большой вопрос. Ну, еще что-то слабо. Морально. Да, о том все сказал. А где это написано, да, что люди равны? Из такого морального принципа вытекает? Из каких-то количественных брагенках выводов вытекает? Откуда вытекает, да? То есть тоже, в общем-то, если подключить в палочке все эти аргументы, они довольно шахты. Давайте посмотрим, что говорит Гарл Швихт. Покажите нам Гарл Швихт. Замечательный немецкий ученый. Вот его контраргумент против равенства, который состоит в том, что если какое-либо демократическое государство утвердит равенство в полном объеме, оно само решит себя своими субстанциями. Что здесь имеется в виду? Шмид говорит о том, что любая демократия, возможно, только там, где есть однородное смысление, где есть народ как целый. Народ и шешни – это долг полюбий, которые объединяются, прежде всего, политической надеждой. Они разделяют какой-то общий миф, какой-то общий картинник мира, какие-то общие устремления на этом основании. Они могут между собой договориться и решать те или иные вопросы после голосования. Поэтому любое равенство гражданское, то есть это огонь и против равенства гражданского, любое гражданское равенство предполагает неравенство граждан и неграждан. Представители этой нации и представители другой нации. Если в рамках равенства признать, что равны все, включая иностранцы, то такая политическая система функционер не может. Потому что тогда граница своего чужого, друга и врага, внутреннего и внешнего будет стерта, и такое политическое сообщество просто переставит в существовании. Теперь полтораргумент Николая Горгяева. Пожалуйста, покажите нам Горгяеву. Тоже довольно представительней. Идея Горгяева состоит в том, что феномен власти не совместим с феноменом равенства. Власть – это всегда привилегия, это всегда иерархия и всегда расчленение и депрессация. То есть, если вы вдруг себе представили, что уравнены права президента и простой гражданин, судья и подсудимый, начальник и подчиненный, структура власти функционировать несложно. Там, где нет власти, там, где нет структур фанкций. Это только два примера. Давайте посмотрим другие контраргументы. Я все контраргументы тоже… Ну, не все те, которые мне пришли в голову. Я все их тоже попытался несколько систематизировать. Пожалуйста, покажите табличку. Итак, вот контраргументы против всех этих фонгравийств. Биологически, уже сказали. Вообще биологического равенства нет. Есть индивидуальные различия. Это одно и другое. А вообще-то эти биологические факторы даже и не учитываются. Потому что, например, есть люди биологически отличающиеся от всех, но их все равно признают равны. Например, независимо от каких-то телесных особенностей, независимо от возраста, независимо от вменяемости или эстетической, не вменялись, и люди все равно являются равными. Следовательно, биологии здесь ни при чем. Что касается гражданского равенства, как-то ли нам быть с иностранцами и лицами гражданства? Они ведь тоже у нас равны. Они обладают этими же правами и обязанностями, что и граждане. А как это может быть, если равенство поискнет из принадлежности к новому государству? Религиозное равенство тоже не может быть хорошей основой, потому что современное общество секуляризовано, много атеистов, агностиков, неверующих. То есть если равны, скажем, представителям только одной религии, между собой, то как быть представителями другой религии, как быть с атеистами, на что опираться в этом равенстве, явно не на великую. Что касается прагматического равенства, то здесь достаточно обратить внимание на то, что люди, которые принимают решения, которые вроде бы как выгодно равенство, населяют равенство, когда они распространяют. Власть имущая всегда находится в особом режиме. Следовательно, это равенство им не так уж и выгодно. И следовательно, прагматика тоже оказывается под вопросом. Ну, с конвенциональностью вообще все легко, а покажите мне эту конвенцию, вы ее подписывали, я ее подписывал, вы ее видели? Я ее не видел, документов нету, а углозаписей нету, подписей нету. Где факт конвенции? Конвенция вынуждена. Ну и, наконец, мораль. Равенство тоже тут большой вопросом, потому что мораль, как расправедливость может предполагать неравенство, например, при наказании, когда обращаются одинаково, только сравнивая с людьми, которые ведут себя по-разному, обращаются по-разному. Таким образом, мы видим, что на любую возможную аргументацию в пользу равенства существует контраргументация в пользу неравенства. Но вернемся все-таки к нашему электромехаилу, а как же быть с ним? Можно ли платить разную заработную плату лица, которые работают на одной должности, с одной коммуникацией, и так далее, все выписывают зарплаты. Можно, как бы, или нет? Можно. Покажите, пожалуйста, почему. Есть несколько различительных признаков. Все признаки людей можно поделить на три группы. Первый – это допустимые, то есть те, по которым может различаться положение людей общества. Второй – недопустимый, по которому это положение различаться, не может это будет считаться в институте. И третий – непонятные признаки, в отношении которых так до сих пор нет определенности. Можно дефилицировать на них. Где многим признакам, по которым допускается, различные социальные и правовые положения относятся к деловым качествам. Это признак, который придумал для трудового законодательства. Соответственно, в этом случае оказалось, что работодатель придумал какие-то хитрые формы тестирования, проверки деловых качеств, по которым один набрал больше баллов, а другой меньше. Он их тоже поставил под сомнение, пригласили свидетелей, свидетелей показали, да, электромеханика лучше. Химичители что-то там делают, механика. Лучше работать. К нему все, ну так, в талоне никто не убил, поэтому врать все заплатят. Допустимо. Кроме того, с удовольствием относится к сообразованию, вот уж чего никто никогда под сомнение не ставил, и нигде вы равенство, право, не зависимо от образования, не встретите. И, наконец, гражданство. Мигранты, беженцы никогда, по крайней мере, в современном мире, не наделяются теми же правами, что и граждане государства. Второй перечень, недопустимый признак, попрошу его показать, он более обширный. Практически все значимые, как нам кажется, свойства человека, попали в этот перечень, то есть, в зависимости от них, разграничивать социальное положение, это дискриминация. Судатное суково, раса, национальность, политические иные убеждения, место жительства. Вот здесь я ставлю под вопросом язык и должностное положение. Почему под вопросом? Потому что, нормально это так, но это не соблюдается. То есть, это основания, по которым люди равны, но они не равны. Потому что, например, поступить на госслужбу может только тот, кто владеет государственным языком. Лица, которые занимают должностное положение в определенном уровне, например, президент, депутаты, судьи, не равны, скажем, в сфере уголовного преследования, они имеют иммунитет и не жихосновежность. Их нельзя, например, арестовать, нельзя противных взбуждать, делать так. И, любопытно, что любой такой перечень обычно заканчивается словами, а также иные обстоятельства. Таким образом, есть целый ряд, прошу сказать, третий перечень, целый ряд признаков, отношения которых неизвестно, можно дифференцировать по нему, статус или нельзя. Как минимум, это следующее, это признак возраста, с одной стороны, вроде бы, официально нигде определенно не характеризован с этой точки зрения, но фактически, конечно, права по возрасту различны, особенно права ребенка и права взрослого человека. Второй критерий, это здоровье, тоже нет ясности в этом деле, но в целом, пока получается так, физическое здоровье скорее не позволяет различать людей по его статусу, а вот психическое определенно позволяет. И, наконец, третий признак это внешность. По этому поводу сейчас, по крайней мере, на Западе уже началась большая борьба за равенство прав независимого внешности, я думаю, это будет следующий признак, по которому будет нам явление равенства. Ну, как вы видите, никакие перечни, основания, задачи не решают, поэтому есть еще один способ, это общий принцип. Я прошу показать последний слайд. Общий принцип, по которому допускается неравенство. Неравенство в современном обществе допускается при наличии только двух необходимых важных условий. Первое, это объективно необходимая разумная цель, ради которой это неравенство устанавливается. И второе, это пропорциональность, то есть скеппик ущемления прав той или иной группы должна быть адекватна, значимая спятую цель, ради которой это происходит. и так польза равенства прежде всего состоит в том, что вовсе с людьми есть равенство жить спокойно. Меньше зависти, больше уверенности, меньше революции. Время равенства заключается в том, что благодаря равенству те качества, которые значимы для людей объявляются незначимы для общества. Поэтому, например, так мало стало значить сегодня карьер, потому что различия социального положения, скажем, профессора и студента уже не так значимы, как они были когда-то. И вообще все то, что раньше общество считало важным, ради чего стоило бороться, что было почетно, сейчас обесценивается благодаря тому, что эти признаки призваны социально нерелевантно, говоря простым русским словом, то есть по этим признакам не может различаться объем тех благ, которые располагает человек. И отсюда я могу предположить, что по мере того, как будет шириться и распространиться равенство, где-то в другом месте будет спокойно расти новое неравенство, на место устраненных упразивленных привилегий будут появляться новые привилегии, что и даст нам новую пищу для размышлений. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ